Привет, девчонки! Сегодня ко мне на обзор приехала посылочка от MaxNail и небольшой приятный сюрприз для моих подписчиков. Компания дарит всем моим подписчикам скидку 15% до конца апреля по промокоду STAR. Ну а теперь содержимое коробочки. Прислали мне на обзор каучуковую базу и силиконовый топ. Вся продукция во флакончиках по 15 мл. На обратной стороне баночки указана вся необходимая информация. Срок годности, состав и время полимеризации. Здесь она указана в лед-лампах до 90 секунд. Итак, база. База густая. Посмотрите, как она тянется за кистью, капля не стекает. И такая база будет комфортна для работы новичков или не спешащих мастеров. Затеков данная база не дает. Во всех флакончиках кисти с ровным срезом, эластичным ворсом, средней длины и ширины достаточно упругие. Ну а теперь краш-тест. Тут я нанесла базу. Рядом наносим силиконовый топ. Этот топ более жидкий, чем база, но он также не будет давать затеков. И, казалось бы, при своей густоте топ хорошо самовыравнивается и дает идеальный блик. После просушки база и топ не мутнеют. Также у них есть остаточная липкость. Данная база эластичная, упругая. Хорошо подойдет для укрепления ослабленных ноготков без применения дополнительных материалов, таких как акрил. Топ тоже достаточно эластичный. И мастера, которые сталкивались с проблемой трещин на топовом покрытии во время носки, я думаю, что он с этой проблемой справится и задачу свою выполнит. Ну а теперь цветнички. Ко мне приехала очень крутая коллекция цветников к лету. Коллекция называется Tropical Paradis. И посмотрите, цвет просто безумный, насыщенный, такой лавандовый цвет. Высоко пигментирован. Скорее всего, только из-за этого и указано время сушки 90 секунд. Но скажу честно, я сушила в своей лампе 48 ватт всего одну минуту, и вся продукция хорошо просохла. Все гель-лаки этой коллекции плотные, полностью перекрывают типсу, не скукоживаются и не полосят. И я все наносила в один слой. Ну и этот типс я решила перекрыть силиконовым топом и посмотреть, как он сам выравнивается. Цвет номер 20. Высокопигментированный, плотный цвет. Хорошо самовыравнивается, типсу перекрывает с первого слоя. Номер 21. Глубокий синий цвет. И моя ассоциация с ним – это море. Но цвет не морской волны, а морской глубины. Этот оттенок типсу перекрывает также в один слой и в лампе не скукожился. Оттенок под номером 22. Насыщенный сиреневый цвет. Не знаю, как вам, девчонки, а по мне так это цвет распустившейся ветки сирени. Цвет 23 мне напомнил брызги ежевичного сока. Номер 24. Яркий неоновый розовый цвет с малиновым подтоном. Оттенок 25. Неоновый и оранжевый с красным подтоном. Двадцать шестой номер классический неоновый оранжевый цвет. Оттенок 27. Неоновый и желтый. Поймала себя на мысли, что в образе нарисовалась картина со стаканом охлажденного свежего лимонада. Обычно желтые оттенки капризные, но этот просох полностью в лампе за 60 секунд и не скукожился. Оттенок под номером 28. Красивый неоновый зеленый цвет. Это не тот, который кислотный вырви глаз, а как по мне, молодой пробивающейся травки. Все оттенки этой коллекции показали себя хорошо, и ни с одним у меня не возникло проблем в нанесении. Ну и вот такая красота получилась с этой коллекцией. Сейчас на пике популярности дизайн с разводами, и вот мое видение этого дизайна. Белым гель-лаком делаю подложку в виде полукруга. Отправляю в лампу. На палитре проставляю капли понравившихся оттенков. Дотсом смешиваю их вместе. Кисточкой для градиента набираю получившуюся красоту и переношу на подложку. Кисточкой для градиента набираю получившуюся красоту и переношу на подложку. После просушки белой гель-краской делаю прорисовку. Также можно добавить небольшие звездочки. На предыдущей типсе я добавила блесток. После просушки перекрываю дизайн силиконовым топом. И вот несколько вариантов этого дизайна. Ну а теперь летний пейзаж. На палитру выкладываю оттенки 21, 20, оттенок 24, 27 и 28. Также понадобится белый цвет. На кисть набираем синий оттенок и начинаем творить. Не старайтесь сделать все аккуратно. Чем небрежнее, тем лучше. Добавляю голубой и перемешиваю их между собой. Также добавляю белый цвет. Ну и тут мне не хватило цвета. Я решила добавить еще 22 оттенок. Создаем небо и закат. Ну и какой же закат без солнышка. Ну и вот это желтое пятно будет заходящим солнцем. Создаем небо и закат. И снова мне захотелось добавить цвета. И это уже номер 25. Добавляю этот оттенок к закату. Далее отправляю наш подмалевок в лампу. После просушки черной гель краской рисую ветки и птичек. Отправляем сушиться в лампу. Смешиваю синий и зеленый между собой, формируя более темный зеленый цвет и рисую листву. Нашла у себя размахренную старую кисть. И она хорошо подойдет для проставления акцентов. Создаем объем рисунку с помощью белого гель лака. И вот на пике творческого экстаза мне захотелось добавить кусочек луны. Белым гель лаком рисую полоску и при помощи топа ее размываю. Как только результатом дизайна вы удовлетворены, отправляем его в лампу на просушку. Перекрываем дизайн топом и опять сушим. Вот и все, наш дизайн готов. Вот такая коллекция у меня теперь гель лаков есть. Вот такие дизайны с ее помощью я сотворила. Надеюсь, для вас это видео было полезным и оно понравилось. А ссылочки, где приобрести эту красоту, ждут вас уже под видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok